Домой пришла Дима на кровати, сбитой в крови. Вечер пятницы Елена Литвинова вспоминает, едва сдерживая слезы. Трехлетний сын женщины попал в реанимацию после того, как мальчика избил отчим. Сама Елена в этот момент была у подруги. Вспоминает, когда вернулась, ребенок не подавал признаков жизни. Глазки закатывались у него, полный рот крови у него был. Шишка на лбу с правой стороны, губа рассечена. Это я внешне говорю, как было у него. И на позвоночнике, примерно район от лопаток, почти до поясницы, синяки. 32-летняя Елена и 28-летний Андрей Демидов познакомились недавно. Вместе прожили всего месяц. До этого в биографии мужчины значится 7 лет тюрьмы. Освободился он полтора года назад. В последнее время работал в автосервисе. По словам Елены, ранее между сыном и отчимом конфликтов не возникало. Что могло стать причиной такой агрессии, в тот вечер женщина не знает. Однако в полиции сам Демидов пояснил, что в тот вечер много выпил. Ребенок, вероятно, просто ему помешал. Сегодня игрушки трехлетнего Димы сиротливо сложены в угол. Лишь они напоминают Елене о любимом сыне. Правда, он кузов снял, вот это все. Маленькие машинки он тоже уже все разобрал. Вот этот Лунтик – любимая игрушка Димы. Он с ней практически никогда не расставался, играл вместе с мамой. По факту избиения трехлетнего ребенка, следственный комитет возбудил уголовное дело. Отчим Димы в субботу был арестован Ленинским районным судом. В СИЗО он проведет минимум два месяца. Состояние Димы Литвинова врачи оценивают как крайне тяжелое. У малыша черепно-мозговая травма, разрыв губы и многочисленные ушибы. Мальчик был доставлен бригадой скорой помощи из дома в крайне тяжелом состоянии. На сегодняшний день состояние остается крайне тяжелым с отрицательной динамикой. На лечение ребенок получает все в полном объеме с учетом тяжести состояния. Если вина Андрея Демидова будет доказана, то в тюрьме он может провести несколько лет. Мать Димы за такое жестокое избиение единственного сына не готова простить сожителя. Юрий Коучин, Владимир Чернов. День в событиях.